МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ирины Минаева. Со вторника веерное отключение света в центре Одессы закончится. Председатель облгосадминистрации Эдуард Матвейчук, который с момента аварии на Одесской ТЭЦ, когда из строя вышел трансформатор и часть города осталась без света, взял ситуацию под свой личный контроль, подчеркнул, что новый трансформатор, доставленный в Одессу из Татарбунарского района в прошлую пятницу, уже установлен и подключен к сети энергоснабжения. С 25 июня агрегат начинает работать в штатном режиме. По поручению председателя облгосадминистрации Эдуарда Матвейчука уже в эти выходные в центре города было обеспечено бесперебойное снабжение электроэнергией, а с 25 июня установленный агрегат будет полноценно задействован в энергоснабжении центра Одессы. Это силовой трансформатор, мощность всего 40 мегаватт. Вот тот, который сейчас не хватает в Одессе, мощность куда выдавать, он будет принимать и выдавать электроэнергию. Напомним, вышедшему из строя 14 июня трансформатору-старожилу всего за неделю была найдена замена. В селе Белолесе Татарбунарского района Одесской области была произведена сложнейшая транспортная операция. На платформу автотрейлера для перевозки крупногабаритных грузов был установлен новый трансформатор весом более 80 тонн. Всего за 12 часов 29-метровый тягач общей массой 100 тонн в сопровождении машин госавтоинспекции прибыл в Одессу. Операция прошла при содействии Министерства энергетики Украины, правоохранительных органов, специалистов облгосадминистрации, перевозчиков и энергетиков при общем контроле за ситуацией главы региона. Новый агрегат возьмет на себя основную нагрузку до того дня, когда в Одессу будет доставлен еще более мощный 63-мегаваттный трансформатор. Подготовка к его транспортировке и установке в Одессе уже ведется. Во вторник двое одесских чиновников, председатель Киевской райадминистрации Владимир Сушков, его первый заместитель Андрей Горшков, отпущены под подписку о невыезде с денежным залогом в размере 345 тысяч гривен за каждого. Напомним, чиновники были задержаны во время получения 160 тысяч гривен второго транша взятки за свои подписи на разрешительных документах о сезонной аренде участка земли. Печерский райсуд Киева, куда были этапированы задержанные, принял решение о мере пресечения еще 21 июня. Но выходные дни помешали задержанным вернуться в Одессу сразу же. Их временное освобождение из камер совпало с официальным освобождением от должностей. Во вторник городской голова Одессы отстранил этих чиновников от занимаемых постов, назначив временно исполняющие обязанности главы Киевской райадминистрации Лилию Рогачко, а ее заместителем Малхазий Чхартишвили, который до этого занимал должность директора ЖКС Портофранковский. Одновременно Алексей Костусев освободил вице-мэра Сергея Подгайнова от занимаемой должности. Отныне чиновник будет возглавлять управление дорожного хозяйства. А Андрей Шмагай, до сегодняшнего дня руководивший этим ведомством, станет заместителем Подгайнова. В свою очередь, сегодня же после продолжительного больничного вернулся на должность первого заместителя городского головы Николай Ильченко. И в связи с этим Кирилл Шалома, исполнявший все это время обязанности Ильченко, занял должность Подгайнова. Алексей Костусев принял еще ряд кадровых решений. Евгений Амельчук, исполнявший обязанности главы Малиновской райадминистрации, утвержден в должности без приставки ИО. Удовлетворил городской голова и заявление об увольнении по собственному желанию руководителя Суворовской райадминистрации Ивана Григоренко. Его сменил Александр Александрочкин, занимавший до этого должность зампредседателя райадминистрации с приставкой ИО. Последствия стихии, пронесшейся в Одессе в ночь с 31 мая на 1 июня, до сих пор живы не только в воспоминаниях, а и в реалиях. Несмотря на заверения коммунальщиков о том, что сюрпризы урагана будут полностью ликвидированы в течение двух недель, горы гниющих веток и деревьев напоминают горожанам о той страшной ночи. Наша съемочная группа, откликнувшись на звонки горожан, решила проехать своеобразным обзорным рейдом вслед за ураганом. Только между маршрутом стихии и нашим прошло более трех недель. Сложенные в огромные кучи ветки за эти дни превратились в свалки. Остатки бывших зеленых насаждений начали гнить и истощать зловонный запах, жалуются одесситы. Одна из проблемных улиц – зоопарковая. Дело в том, что эти ветки уже книют. Мало того, сюда уже бросают, считают, что это мусорные ямы. Во-первых, уже стоит запах. И такое впечатление, что никто не собирается этим даже заниматься. И чем дальше, тем хуже. Отвратительно. У нас в дворе даже поджог был, подожгли. Среди ночи был пожар сильный, пожар мы вызывали за вот этих веток. Кто-то поджог. Надо убирать, конечно. Не лучше обстоят дела и на улице Пионерской, а также на Каманино, на 10-й и на 9-й станции Большого Фонтана, вокруг памятника похищения Европы. В еще более плачевном состоянии – парковая зона. Там почти все деревья падают, да, полопанные. Просто можно так прийти и второй раз уже не вернуться. Это ужас, конечно, ужас. Мы ходим и боимся вот так вот по этим. Внутрь мы не заходим даже в парк. Это одно из последствий, из потыкания за ветки. Не показывая уже всего остального. И коленки только позаживали у нас, потому что детки бегают, им хочется побегать и не сидеть. Надо смотреть глаз да глаз. По одному из адресов нам все же удалось увидеть работников ЖКС. Каждый день дают нам машину. Одна машина? Одна, две. Как, когда? Не хватает. Не хватает машины, да? Рук не хватает. Впрочем, дворников даже можно понять. Деревья в нашем городе падают и без всяких сильных порывов ветров. На улице Раскидайловской, к примеру, 25 июня, на проезжую часть упало большое дряхлое дерево, перегородившее проезжую часть. К счастью, никто не пострадал. Одесситы уверены, что всего этого можно было бы избежать, если бы ответственные службы следили за зелеными насаждениями и своевременно спиливали аварийные деревья. Ну, потому что службы не чистят деревья старые, которые уже давно надо спилить и посадить новые. Они, к сожалению, этим не занимаются. Давным-давно делали хорошие дела. Сейчас уже не настолько все распространено, эти зелентресты. Да и добровольно же сажали, сколько в юности. Лето жаркая пора не только в климатическом плане. Для родителей, инспекторов, ГАИ, милиции горячие деньки в это время года гарантированы. На период летних каникул ребятня зачастую предоставлена сама себе и нередко это оборачивается повышением роста детского травматизма, аварии и происшествий с участием детей. Вместе с тем специализированный организованный отдых для детей в тех же лагерях или на базах отдыха может позволить себе далеко не каждый родитель. Сейчас очень накладно, очень все дорого, если отправить. Тем более, что лагеря очень многие исчезли с лица земли, так называемая. И поэтому это тоже усложняет куда-то отдых. А если комфортабельный какой-то отдых, то вы сами понимаете, насколько это дорого сейчас. Были бы деньги, говорят одесситы, и они отправили бы детишек хоть на край света, чтобы те отдохнули, как положено, оздоровились и волю наобщались со своими сверстниками. Леонид Леонидович вспоминает, как был организован летний отдых раньше и сокрушается, что сегодня все обстоит иначе. Делали палатки, купали, где жили костры и так далее. То есть они радовались. Сегодня каждый по-своему. У кого как получается. Конечно, не по карману. Я думаю, что нет. Далеко не всем. Тамара Ивановна пенсионерка. Одесситка жалуется, что на пенсию в 1100 гривен особо побаловать свою внучку не может. Да и родители девочки не из миллионеров. Потому лагерям и базам отдыха они предпочитают семейный отдых на свежем воздухе. Я никуда не отправляю свою внучку. Он убегает со мной. И лагерь дорого, и везде это дорого. Приспосабливаемся. До бабушек, до родственников где-то отправляем. А куда? Парой гуляют в парке и Дарья Михайловна со своей внучкой Евой. Проводить время с внучкой Одесситка любит, но говорит, что раньше детский отдых был более организованным и доступным для большинства родителей, нежели сегодня. О чем вы говорите, когда были наши дети, это внучка уже, а когда дети были, конечно, было проще намного. Это была помощь с работы, это можно было спокойно взять какую-то путевочку, поехать с детем. Если взрослый ребенок, то отправить его в какой-то лагерь. И тем не менее программа централизованного детского отдыха в лагерях возрождается. В Одесской области в оздоровительные учреждения на днях отправились 3000 ребят. Это уже второй заезд Одесской ребятни на отдых. Всего же за сезон планируется оздоровить 12 тысяч детей. Государство обеспечивает социальной защитой различные категории граждан. Это и ветераны Великой Отечественной войны, и граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, и семьи, попавшие в сложные жизненные обстоятельства, и, конечно же, дети. О том, какие категории детей нуждаются в социальной защите, о размерах пособий и о других формах социальной защиты детей, а также о региональных инициативах, рассказывает гость программы «Тема дня» Ирина Маркевич, директор департамента социальной защиты населения Одесской облгосадминистрации. Через социальную защиту получают семьи на детей. Это и по беременности, и рода мать получает, потом по рождению ребенка, первого, второго, третьего, и какого, слава богу, там любого. По уходу до трех лет за ребенком, если по состоянию здоровья там нуждается на продление, значит, мы доплачиваем. Если это малообеспеченная семья, одинокая мать получает, плюс это дети-инвалиды, эти все выплаты идут через наше управление труда и социальной защиты по месту жительства людей. В этом году старейший на постсоветском пространстве Институт стоматологии Академии медицинских наук Украины отмечает свой трудовой юбилей – 85 лет деятельности. Здесь, независимо от политических веяний и финансирования, постоянно трудятся над созданием и разработкой новых препаратов, призванных предотвратить заплевание полости рта. Но кроме многоплановой научно-исследовательской работы, сотрудники института проводят целый ряд просветительских программ. Институт стоматологии Академии медицинских наук Украины создан в 1928 году, считается первым научно-исследовательским институтом в Советском Союзе и фактически является единственным научно-исследовательским центром фундаментальных исследований в Украине. Общий принцип исследований у нас – это мобилизация защитных систем организма. Эти защитные системы у большинства из нас сегодня спят, говорит Анатолий Левицкий, и важно суметь разбудить их. У нас основная цель – предупредить. Вы знаете, что предупредить всегда дешевле и легче, чем потом лечить. А предупреждать, как известно, легче загодя, то есть с молодых ногтей. Стоматология – это та надстройка, которая существует в медицине, а детская стоматология – это шапочка медицины. Оксана Деньга много лет принимает непосредственное участие в различных мероприятиях, призванных курировать стоматологическое здоровье детей. И даже сегодня, несмотря на сложную и не всегда благоволяющую науке экономическую ситуацию, эта работа продолжается. Во многом, как оказалось, благодаря активной помощи неравнодушных людей. Благодаря ряду промышленников, меценатов, в частности, вот Алексея Алексеевича Козаченко, я с ним уже 40 лет работаю, по возможности помогают проводить нам и реализовывать вот такие программы. И для слепых детей, интернат слепых детей, и для детей, лишенных родителей. Это четвертый интернат. Кроме оздоровительных акций для различных категорий ребятни, стоматологи в содружестве с общественниками проводят массу просветительских мероприятий. К примеру, долгие годы дружбы связывают институт и интеллектуальный форум. Эта общественная организация оказывает разностороннюю помощь в проведении таких акций. Одно из последних мероприятий в интернате для слепых детей мы провели красивый праздник на Рождество. То есть помимо того, что дети все получили средства гигиены, было там и лекции прослушанные у этих детей, то есть был и красивый концерт, который в том числе помог провести интеллектуальный форум. Интеллектуальный форум вместе с молодыми врачами этого института уже давно и плодотворной работают на просветительской и оздоровительной ниве. Спасатели провели гарнизонные пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в зданиях курортно-оздоровительных учреждений с большим количеством отдыхающих. На этот раз, согласно плану, отработка пожарных навыков происходила в одном из 15-этажных зданий санаторно-курортного комплекса «Куяльник». Санаторий «Куяльник» один из старейших в мире. Он расположен в парковой зоне на берегу Куяльницкого лимана. Сейчас в санатории лечится и отдыхают более полутора тысяч человек и работают 500 сотрудников. По замыслу учений в результате короткого замыкания электросети возник пожар в гостиничном номере на седьмом этаже. Дежурный администратор определил с помощью пожарной сигнализации помещение, в котором началось возгорание, и сообщил о происшествии диспетчеру. Сегодня мы провели очередные гарнизонные учения. Гарнизонные учения на объекте с массовым пребыванием людей. Это санаторий «Куяльник». Мы отработали эпизод тужения пожара на седьмом этаже с эвакуацией населения, который реально, учитывая то, что на сегодняшний день в данном здании оно законсервировано и нет отдыхающих, но тем не менее, учитывая то, что функционируют два предыдущих корпуса и загруженность на сегодняшний день очень большая, где-то порядка полутора тысячи человек здесь. Ситуация эта может возникнуть везде. Первыми к месту происшествия прибыли два подразделения четвертой части. Спасатели провели разведку и установили, что условный пожар начался в коридоре со стороны лестничной клетки на седьмом этаже. Площадь охваченная огнем более 60 квадратных метров. Возгорание сопровождалось сильным задымлением, а на балконе находилось два человека. Прибывшие подразделения сразу же включаются в работу. Мы не готовились с личным составом отрабатывать этот объект. По определенной вводной личный состав прибыл сюда по второму номеру вызова и, учитывая ту ситуацию, которая была проиграна заранее, выполняли свои действия по тушению пожара, по эвакуации населения и по организации мероприятий, которые связаны с этим вопросом. Двух пострадавших с помощью автолестницы спасатели спускают на землю и передают врачебной бригаде санатория. Еще двух пострадавших спасателей по внутренней лестнице выводят из здания. Между тем, спецавтомобили устанавливают гидранты. Спасатели прокладывают магистральные линии и обеспечивают бесперебойную подачу воды в очаг пожара. Мы убедились, здесь есть необходимые запасы воды, есть водоемы, есть гидранты, которые находились в исправном состоянии. Поэтому техника оперативно была расставлена на водоисточники, проложены магистральные линии, проложены, соответственно, и рабочие линии, и было подано расчетное количество стволов на тушение данного пожара. Отработали вариант проведения спасания людей. Одновременно проводилась проверка всех помещений на предмет нахождения там людей. Был развернут штаб, в котором поступала вся информация о ходе ликвидации пожара и спасения отдыхающих. Благодаря напряженной оперативной работе спасательных подразделений, за короткое время условный пожар был ликвидирован. Задачи, которые ставили перед началом учения личным составом, выполнены в полном объеме, считают спасатели. Реальная помощь спасателей понадобилась в Измаиле. 90-летние местные жительницы, сотрудники ГСЧС, помогли бабушке спуститься с балкона на пятом этаже. Старушка сидела на парапете, а с балкона свисала сделанная бабушкой веревка из простыней и полотенец. Судя по поведению, женщина прыгать не собиралась, а просто ждала помощи. Измаильские спасатели при помощи выдвижной лестницы забрались на балкон и вернули старушку в квартиру, в которой пришлось выламывать двери, поскольку они были заперты. 90-летняя измаильчанка так и не смогла объяснить, зачем она это сделала. По словам соседей, это уже не первая попытка бабушки привлечь к себе внимание подобным способом. За последние полгода женщину спасатели снимали с балкона уже три раза. Шестилетняя девочка выпала с балкона высотки на проспекте Добровольского, ЧП случилось вечером 24 июня. На место выезжала следственная оперативная группа Суворовского райотдела. Правоохранители выяснили, что девочка находилась на балконе с седьмого этажа с матерью, которая по предварительным данным была в состоянии алкогольного опьянения. Малышка получила множественные ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. Она упала на свежевскопанную землю, что и спасло ей жизнь. Богдану Полюге 7 лет. Совсем недавно это был обычный жизнерадостный мальчишка. В 2012 году Богдан пошел в первый класс, но так и не успел его закончить. В семью пришла беда. У ребенка обнаружили опухоль головного мозга. В прошлом году Богдана прооперировали, но неудачно. Полностью удалить опухоль не удалось. После операции малышу стало только хуже. Теперь хирургическим вмешательством не помочь. Ребенку необходима дорогостоящая реабилитация. После операции наступили тяжелые осложнения. У Богдана нарушена функция глотания. На сегодняшний день он питается с помощью кастрального зонта. Самостоятельно сидеть не может, двигаться. Все жизневажные функции у него нарушены. Ему нужна длительная дорогостоящая реабилитация. В Украине есть центр, где готовы помочь ребенку. Но реабилитация стоит больших денег, которых у семьи нет. Всего на лечение мальчика необходимо собрать 45 300 долларов. Для семьи Богдана эта сумма неподъемна. Врачи обещают восстановление, но нужна активная реабилитация. Гарантий таких никто не дает, но нужно восстанавливаться, нужно работать. Деньги на лечение Богдана необходимо собрать как можно скорее. Ведь если не успеть вовремя пройти курс восстановительной реабилитации, момент может быть упущен, и ребенку уже будет сложно помочь. Чем быстрее мы соберем деньги, тем эффективнее будет реабилитация, потому что после операции через год на место, где оперировали, там появляются рубцы, и уже будет сложно восстанавливаться. То есть восстановление будет хуже. До момента, когда болезнь так подло обрушилась на ребенка, Богдан был очень активным мальчиком. Любил рисовать, играть в подвижные и развивающие игры. Родные надеются, что у него есть шанс вернуться к своей прежней жизни. Но для этого обращаются к помощи одесситов. Все неравнодушные к судьбе ребенка люди могут помочь ему, связавшись с мамой Богдана по телефону 098-210-95-21. Стали известны подробности аварии, случившейся 24 июня на проспекте Маршала Жукова, где трамвай номер 13 столкнулся с грузовым автомобилем Рено. В пресс-службе ОБЛГАИ сообщили, что трамвай выехал на перекресток на красный сигнал светофора. В результате столкновения тяжелые травмы получила 88-летняя пассажирка трамвая. Она скончалась в машине скорой помощи. Также пострадала еще одна 78-летняя женщина. Она находится в больнице. В Одессе на заводе резиновых технических изделий, что на Николаевской дороге, обнаружен подпольный цех по изготовлению поддельной одежды известных зарубежных марок. Главной рабочей силой у современных цеховиков были выходцы из Азии, граждане Вьетнама и Китая. Завод на Николаевской дороге уже давно не работает. Его помещения сдаются в аренду. Этим и воспользовался житель Одессы, который разместил на арендованной территории швейный цех и так называемое общежитие для работников. Еще один предприимчивый гражданин, выходец из азиатской страны, имеющий вид на жительство в Украине, пригласил в качестве рабочей силы 36 своих сограждан. Споторгами карного розшуку Хаджибеевского отделения милиции Одесского міського управления было отримано информацию про то, что на обслуговом территории находится подпольное предприятие по выготовлению одежды. Также была информация, что, возможно, на этом предприятии работают иноземцы. В ходе переверки данной информации, действительно, она нашла свое подтверждение. Было выявлено подпольный цех с пошитой одежды. Одежды шили известных брендовых марок, которые направили, сбывали на территорию нашей страны. Здание завода расположено за высоким забором, защищающим цех от посторонних глаз. За пределы ангара работники не выходили. Условиям их жизни также не позавидуешь. Спали они на лежаках, обустроенных в два яруса. Еду готовили сами, продуктами работников снабжали хозяева. Из удобств в общежитии душевая и санузел. Запашив одно единице одежды, каждому полагалось по три гривны. Изделия отправлялись на реализацию в разные города Украины. Работниками выявилися представители азиатских стран. Это были как человеки, так и жители, которые проживали на территории данного цеха. Не выходили за межи территории. И получили за это мизерную заработную платню. Но их это облаштовало. Если на территории для проживания иностранцев имелось только то, что обеспечивает самые минимальные потребности человека, то на оснащении пошивочного цеха хозяева не экономили. Здесь установлено новейшее оборудование, которое позволяло различными способами наносить эмблемы известных мировых брендов. С территории цеха изъято швейное оборудование и образцы продукции. Во время следствия сотрудники милиции выяснили, что азиаты нелегально прибыли на территорию Украины из Москвы. В отношении иностранных граждан составлены административные протоколы. Вскоре гости из Азии будут отправлены в пункт временного содержания в Волынь, а затем к себе на родину. Против инициаторов сомнительного бизнеса начато уголовное производство сразу по нескольким статьям. Какое наказание понесут организаторы швейного производства, определит суд. Причиной массового замора рыбы в Телегульском лимане стало превышение нормы содержания сероводорода и аммонийного азота в связи с цветением и гниением водорослей. Как отметили в пресс-службе облпрокуратуры, разрастание водорослей, которые при повышении температуры поглощают больше кислорода, в лимане наблюдается ежегодно. Напомним, что в начале июня на берегу был выявлен мор бычка. Длина пятна составила около двух километров, а общий вес погибшей рыбы – порядка двух тонн. В начале июля в Одесском национальном театре оперы и балета впервые в Украине выступят звезды мирового оперного искусства. Ведущая солистка немецкой государственной оперы в Берлине, театра Ла Скала Анна Самуил и солист театра Ковингарден, народный артист РСФСР, лауреат всесоюзного и международных конкурсов Сергей Лейферкус. В программу будущего концерта включены арии, дуэты, сцены из оперы Петра Ильича Чайковского, Евгения Онегин и оперы Джузеппе Верди. И выбор этот не случайен. Весь мир уже отметил 200-летие Вагнера и собирается отметить 200-летие Верди. Ввиду того, что этот год проходит у нас в театре под знаком Чайковского и Пушкина. Потому что 120 лет назад Петр Ильич приезжал сюда, к нам, в этих стенах, в этом театре поставил Пиковую даму. В первом отделении зрители смогут увидеть овертюры, арии и дуэты из оперы Джузеппе Верди. В первом отделении будет Верди. Здесь будут «Разбойники», здесь будет «Люиза Миллер», здесь будет «Симон Боконегро», далее здесь будет Сергей Леферкус и исполняет «Арию Кредо Яго». Совершенно потрясающе, роскошный, обворожительный Верди. Во втором отделении анонсированы сцены из опера Петра Чайковского и Евгения Онегин. Именно в Одессе 190 лет назад были написаны первые главы Евгения Онегина. К этой дате и 120-летию Одесской пиковой дамы в стенах театра выступят лучшие исполнители партии Татьяны и Евгения Онегина. Выдающиеся мастера оперной сцены Анна Самуил и Сергей Леферкус. Когда имеешь таких солистов, надо соответствовать. И сейчас у меня задача, чтобы наш оркестр поднять. А Онегин – очень сложная партитура. Она очень прозрачная, очень тонка. Более того, ее сложно заключается еще в том, что каждая нота известна. В этом году через 120 лет в оперном состоится также премьера оперы Чайковского «Пиковая дама». 19 октября планируется премьера «Пиковой дамы». 20-го мы хотим дать второй спектакль. 25-го именно в день смерти Петра Ильича Чайковского дать третий спектакль. Главный дирижер заверил, что исполнительский уровень в театре позволяет браться за сложные вокальные и оркестровые партитуры. Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. А я с вами прощаюсь и желаю всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин